привет друзья привет ребята у нас начинается интересный цикл сюжетов обзор городов и первые на обзоре сезон что мы сюда сейчас приехали будет город ужгород и как всегда первое что встречает каждого кто приезжает уже это дорожный вокзал первое что вообще человек видит приезжая в любой город это вокзал какой он вокзал ужгорода какой сам уж город мы узнаем из этого видео из его первой части да в основном сообщение тут есть и автобусная в основном большинство туристов так переселенцев попадают сюда через вокзал и конечно добили транспортом дорожных транспортом очень удобно вот сам вокзал очень красивые здания очень узнаваемые в принципе красивая площадь тут находится то есть побольше было мочи и мусорок было бы не да он очень именно отсюда мы начнем свое путешествие и первое куда каждому туристу каждому гостю этого города продаем отправиться это старая часть города там где замок там где каст костел уже старая часть города поэтому отранцы и мы отправиться вы можете либо тут стоят такси вызвать такси либо сюда ходят автобусы тут они останавливаются вот в принципе общественные трасса можно добраться на автобусе ехали где-то минут 10-15 может вас недалеко даже пешком можно дать если я хочу пешком удачу 40 в общем так что начинаем будет очень интересно просто говорим пойдемте с нами друзья мы находимся на пешеходном мосту который ведет нас к старой части города именно отсюда то есть вот в центр города площадь паттефи всем известная начинается пешеходная часть променада которая идет через речку лучшим пешеходный мост вот и отсюда вы уже попадаете старую часть города где находится и замок и старая филармония и костел то есть очень интересные старые здания исторические постройки вот ну и там в принципе находятся куча магазинов разных кафешек набережная красиво так что связанной отправимся это все вам показать так и одно из самых таких приятных есть моментов ужгорода до достопримечательностей уже да это есть ужгородская детская железная дорога усоколейная до ее особенность то что хотя скажем то что это одна из девяти действующих детских железных дорог в украине она является самой короткой узкоколейной железной дорогой европе и самая короткая детская железная дорога в украине ее длина составляет всего один километр 100 метров да и есть только две станции одна в начале называется молодежная автора парк парк да особенность этой железной дороги она проходит по берегу известной речки уж очень красиво получается она проходит потом под мостом который соединяет две части города и уже там где парк там не стрелочный перевод тупики где поезда могут развернуться так как эта железная дорога находится возле речки очень часто бывает такое что речка имеет свойство разливаться она достаточно часто подтапливается поэтому очень часто ставал вопрос она нецелесообразности и ее хотели закрыть потому что по мнению многих синовников мало было учеников много затрат на ее и очень часто зависала угроза ликвидировать эту железную дорогу и в некоторые года там в 2001 там были попытки восстанавливать потом она прекращала работу потом обратно восстанавливала и последний раз в 2021 году сделали то есть капитальный ремонт там полотна стрелок тупиков станций отремонтировали локомотив ту-2 от вагоны вот и железная дорога заработала но все равно коррективы внесла пандемия вот вот железная дорога не работала и 21 году она обратно заработала будем надеяться что заработает и в этот год и мы снимем на это обзор и она работает выходные и праздничные дни вот так на узкоколейки всем всего 750 миллиметров и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все это приводится самыми обычными механическими стрелками И ученики, которые тут учатся, то есть проводят время в учебном процессе, они всему этому делу учатся и сами, и руководят локомотивом и переводят вот эти все стрелки И всего таких стрелок, если я не ошибаюсь, получается четыре. Две стрелки на вот этом разъезде и две, получается, в той дальней части линии. Вот такая вот интересная железная дорога. Но сейчас они заблокированы, да? Да, да, ну чтобы никто тут не игрался, ничего. Тут есть специальные механизмы, стопора, которые не дают самовольно, чтобы это все переводили. Когда оно все действует, снимаются стопора специальные и можно как бы это все переводить. Есть там дежурные по стрелкам, дежурные, которые в процессе работы на дороге, это все отслеживают и смотрят. Потому что, как мы видим, тут полностью пешеходная зона. Люди ходят, поэтому как бы безопасность прежде всего. Вот такая вот особенность. Сейчас мы еще пойдем поезд вам покажем. Друзья, мы находимся в очень интересном месте. Вот такие у нас есть висящие сады. Очень интересное, колоритное место. Но никто не догадывается, что этот проулок, переулок этот, находится за нами здание, в котором располагается факультет физики Государственного Ужгородского университета. Вот такой интересный переулок. Что тут еще? Смотри, вот здесь какие-то, смотри, типа катакомбы, смотри, даже открыто. Не знаю, шприцы валяются. Ну вообще-то, как бы кто-то говорил, какие-то были подвалы эти винные. Винные по грибам? Да. Ну а сейчас тут... Не может быть. Ну здесь смотри, разруха. Поры-то валяются. Ночевые какие-то. Ага, тут туалет даже... О, так это типа дымаря, но вверх что-то поднимается. Вон карета, видишь? В общем, скажи, что оно использует как туалет. Но сейчас эти винные погреба, к сожалению, используются как туалет. Ну оно такое непонятно, как винный погреб. Но что-то комнатка маленькая и вверх чуть-чуть уходит. Может оно и не для винных целей использовалось. Ну а тут вообще очень красиво. Такая стена колоритная. Да, так и колоритная стена. Что, не залезешь? Там началось все сыпаться, как каменовую. Не, я думаю, я себя хотел и надо было там... От кого-то убегаться залез бы аж в бегов. И не понял бы как. Не, ну прикольно. А вот мне интересно, это только один закрытый погреб? Нет. Ну пойдемте дальше посмотрим. А дальше мы уже выйдем на ту улицу, где мы были. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не о мавританском стиле DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это уничтожало уникальную акустику здания синагоги. Все изменения интерьера были выполнены согласно требованиям к побочным объектам культуры. Были оборудованы вестибюль, зал, сцена, на месте главного места синагоги, ритуального шкафа, где находятся свитки Торы и другие священные книги, построили лестницу, которая ведет на второй этаж. По бокам лестницы оборудовали туалеты. Позже в филармонии был установлен орган. Еще одно изменение. Был снесен заборчик, который огораживал двор синагоги. Друзья, мы находимся на Липовой аллее. Мы находимся на набережной. Сзади нас речка Уш. Да. Очень красиво там. Что хочется сказать, что в ночное время эта набережная приобретает совсем другие очертания. То есть включаются такие вот желтенькие фонари. Очень красиво тоже прогуляться тут именно в ночное время. И вся набережная полностью освещается. Вот сегодня я сейчас очень красиво. Так что ночью тут тоже бесподобно красиво. Вот это самая длинная Липовая аллея. Сакуры, которые рядом цветут. Много людей, любленных пар. Блин, красота. И как и любой другой город, так и город Ужгород. Днем и Ужгород ночью это совершенно два разных города. Днем и Ужгород ночью. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...